В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Детский сад, школа и дорога. На выездном совещании администрация проверила ход ремонтных работ трех объектов капитального строительства. Опасное соседство с плесенью. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Минус одно очко. В первом матче серии домашних игр хоккейный клуб Саров уступил химику из Воскресенской. Далее расскажем обо всем подробно. В наш город с рабочим визитом прибыл депутат Государственной Думы Денис Москвин. В ходе посещения Сарова народный избранник провел встречи с руководством города и саровчанами, а также проконтролировал реализацию нескольких проектов. Одним из пунктов поездки был осмотр недавно возведенной игровой площадки в парке имени Зернова. Постоянные переносы сроков сдачи детской площадки в парке Зернова строители на встрече с депутатом Госдумы Денисом Москвиным объяснили задержками поставок мафов подрядчиками. Они обратились с просьбой о переносе части финансирования по этому важному для Сарова проекту на новый сезон. И это вызвало критику со стороны Дениса Москвина. По-житейски, да, я вас понимаю прекрасно, но мы такую практику на территории страны внедрять не будем категорически, потому что это приведет к тому, что не здесь конкретно, а в других населенных пунктах не очень эффективные руководители будут задерживать реализацию этой программы. От нас люди ждут изменений прямо сейчас, поэтому опытные руководители, опытные хозяйственники эти вопросы решают. Осматривая объекты на площадке, Денис Москвин поинтересовался у местных жителей об их отношении к возведенному объекту. Родители с детьми уже успели по достоинству оценить все нововведения, а вот старшее поколение такие изменения не сильно порадовали. Такие были яркие, красивые, здесь все стояло. А сейчас что сделали? Положили все на землю замерзшую, будет плавать. Во время разговора с Татьяной Денис Москвин сообщил, что будет держать этот момент на личном контроле и обязательно приедет в парк еще раз с наступлением тепла. Честно говоря, мне тоже нравится, и действительно это нестандартная, оригинальная история, и она, мне кажется, неплохо вписалась, и она и функциональная, это видно, да, и, конечно, нужно разнообразить. В 21 век мы все-таки должны лучшими технологиями, тем более в таком экологичном дизайне выдержанном, ну, по-моему, замечательно. О том, какие еще изменения ждут городской парк, когда появится ФОК в Сарове и что будет с налогом на животных, Денис Москвин расскажет в эксклюзивном интервью в программе «Актуальное интервью» на канале 16, следующий вторник в 20.10. Демонтажные работы в здании 10-й школы. Подготовка к установке шумовых экранов на улице Симашко и реконструкция 44-го детского сада. Представители администрации рассказали о состоянии основных объектов капитального строительства. На традиционном объезде руководители компании-подрядчиков отчитались о проделанной работе и обсудили сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Сегодня на территории, где в декабре этого года появится новая четырехполосная дорога, трудится 25 рабочих – эскаваторы, погрузчики, бурильные установки. Уже на следующей неделе сюда завезут грунт и начнутся работы по расширению проезжей части. Больше всего времени займет перенос коммуникаций, который не должен отразиться на жителях соседних домов. Сначала создается новый участок теплосети, потом он переключается и, соответственно, проблем в этом не будет. На этом участке, где мы сейчас стоим, основная сложность здесь проходит сети холодного водоснабжения. Их нельзя заменять в холодное время года, соответственно, по ним будут работать точно так же. Будет строиться холодная сеть водоснабжения, а потом будет переключаться. И отключение домов от сети будет на очень короткий промежуток времени. На площадке для временного производства необходимого оборудования рабочие собирают каркасы для буронабивных свай. Это необходимо для установки шумозащитных экранов вдоль жилых домов и детского сада. На данный момент работы идут с двухнедельным отставанием по срокам. Много времени у подрядчика занял вопрос с перекрытием движения. Ход работы у нас идет с небольшим основанием графика. Связано с тем, что согласовываем работы со службами собственников сетей. Плюс включаем договора с подрядными организациями, которые будут выполнять специализированные работы, как по переносу газа. Перекрытие дороги по Симашко заметным образом увеличило автомобильные заторы на Маслихе, Зерновой и Московской. Для оптимизации движения перепрограммирован режим работы нескольких светофоров. Рассматривается вопрос ограничения стоянки машин на проезжей части. В прошлые годы была такая ситуация, что можно было менять график работы отдельных учреждений, чтобы растянуть время выезда людей на работу. Если совсем будет все тяжело, то, наверное, будем к этой теме обращаться. Пока на улице Симашко переносят коммуникации, в здании 10-й школы идет демонтаж старых полов, система отопления и подготовка к кровельным работам. Параллельно вносятся дополнения в проект капитального ремонта. На все про все у рабочих осталось 9 месяцев. 1 сентября этого года дети и учителя должны переступить порог обновленной школы. У нас по периметру школы выполняется два уровня металлических поясов. Это чтобы распределить равномерную нагрузку и уйти от тех трещин, которые будут стягиваться скобами, и вся школа протянется металлическим поясом. На реконструкцию 44-го детского сада выделено более 100 миллионов рублей. В здании появятся новые кровли, инженерные коммуникации, обновленные внутренние оснащения, современная противопожарная система и видеонаблюдение. Отставание в прошлом году было серьезное, его удалось компенсировать практически полностью. Поэтому сейчас мы находимся в графике и работы ведутся по плану. Внутренние работы планируется завершить к маю и до лета полностью закончить благоустройство прилегающих территорий. 30 царовских семей до конца года получат новое жилье. Государственная экспертиза проекта реконструкции бывшего общежития по адресу улицы Менделеева, дом 54, близится к завершению. В ближайшее время строители приступят к ремонтным работам. В итоге будет обустроено 21-комнатных и 10 двухкомнатных квартир, в которых будет установлена сантехника, пластиковые окна и выполнена чистовая отделка. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В клинической больнице номер 50 предупреждают. С 1 февраля изменится число врачебных терапевтических участков, а также и границы. Нововведения затронут как детскую, так и взрослые поликлиники. Найти номер своего участка. Узнать фамилию участкового терапевта и медсестры можно на официальном сайте КБ номер 50 в разделе «Запись к врачам». Клуб любителей православной книги приглашает горожан обсудить биографию митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая, который на протяжении почти четверти века возглавлял нашу епархию. Собрание пройдет 31 января в библиотеке имени Маяковского, начало в 17.30. Для справки, клуб любителей православной книги появился в нашем городе 5 лет назад. За это время подовой гиды успело пройти более 40 мероприятий, которые посетили 12 тысяч саровчан. Воспитанница студии мультипликации кадрики детской школы искусств номер 2 Анны Ижова прошла вочный этап Международного мультипликационного фестиваля «Зеланд», который пройдет в Казани 22 и 23 февраля. Высокую оценку жюри получил мультфильм «Семейные истории». В работе над лентой активное участие принимали родители юной саровчанки, а также преподаватели Мария Долина и Екатерина Лыжова. В детской школе искусств номер 2 напоминают, что каждый вторник в отделении на улице Силкина студия кадрики проводит открытые занятия для детей, которые желают научиться основам анимации. Портит внешний вид и вредит здоровью людей. В рубрику «Городской дозор» обратились жильцы одной из квартир дома номер 14 по улице Курчатова, в которой плесень буквально выживает их из дома. Хозяева жилья несколько раз обращались в управляющую компанию для устранения причин повышенной влажности. Но коммунальщики затягивают с началом ремонтных работ. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Три года назад весной дочь Надежды Сиедновой вместе с семьей купила новую квартиру. Летом справили новоселье, а уже осенью обнаружили на стенах неприятный сюрприз. Жильцы рассказали, что ремонт приходится делать два раза в год. Летом стены подсыхают, грибка не видно, однако ближе к зиме все начинается по новой. Жильцы пытались вывести плесень самостоятельно, однако собственными силами не справились. Через некоторое время грибок вернулся. Тогда пришлось обратиться в центр ЖКХ с просьбой утеплить стены. Нам ЖЭК говорил, нужно, у вас стены промерзают. Нужно утеплитель, нужно стены утеплять. Вскоре после этого дом перешел в ведение другой управляющей компании, представителям которой жильцы квартиры рассказали о проблеме. Вот они тогда сделали шовчики, защикатурили шовчики. А защикатурили, вот прямо вот, вот, наверное, вот брали вот цемент и бросали. Вот где дырки увидали и побросали. Однако проблема не ушла. Жильцы снова и снова обращались в управляющую компанию, которая присылала специалистов осмотреть квартиру. Приходили, осматривали и отписку. Бумаг вон, очень много бумаг. И протоколы, и акты составляли, и ЖЭК еще осталось. После очередного обращения жители пошли в суд. В управляющей компании нам рассказали, что осенью делали необходимые замеры. Зимой проводят мониторинг. В ближайшее время к жильцам должна приехать экспертная группа, чтобы выявить причины появления плесени. Если это действительно происходит от того, что промерзают стены, весной и летом их утеплят. Канал 16 будет следить за развитием событий. Волонтерский отряд школы номер 7 стал победителем регионального этапа Всероссийской экологической акции «Волонтеры могут все». Этот конкурс, посвященный Году добровольца, впервые проводился в Нижегородской области. Участниками стали школьники из 27 муниципальных районов и городских округов. Сыровчане стали лучшими в номинации «Волонтеры спешат на помощь». Волонтерское объединение «Твой выбор» существует на базе седьмой школы уже 13 лет. Сейчас туда входят ученики 10-11 класса. В основном ребят организуют разовые акции, пропагандируют здоровый образ жизни, оказывают ситуативную помощь тем, кто в ней нуждается. Не забывают волонтеры и о ветеранах. Еще одно направление деятельности отряда – экологическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто», в рамках которой волонтеры приводят в порядок воинские захоронения на территории городского кладбища. Как рассказали ребята, люди, которые там захоронены, сделали так много для нашей страны и заслуживают того, чтобы их помнили. Захоронение, которое мы убирали неизвестным солдатам, мы делали это потому, что мы считаем, что эти солдаты умерли они не зря, их должны знать. И что оставить их просто так нельзя, потому что за ними никто не убирает. И мы проявили такую инициативу, что должно быть вот так. Именно этот проект волонтеры отправили на региональный этап Всероссийской экологической акции «Волонтеры могут все». Комиссия сочла их опыт уникальным и присудила соровчанам победу. Даже несмотря на то, что мы не самые узнаваемые и популярные волонтерские объединения в нашем городе, но мы проделываем большую работу, и люди о нас знают и видят, как мы стараемся. Желание помогать, доброта и великодушие как никогда необходимо в современном мире, уверены ребята. Волонтерство для них – это неотъемлемая часть жизни, которая дает возможность реализовать себя, развить новые качества и встретить особенных людей. Память о Великой Победе глазами школьников. Во Дворце детского творчества стартовал конкурс рисунков «Память поколений», который проводится в рамках совместного проекта «75 лет победы». Десять лучших работ станут основой для поздравительных открыток ветеранам Великой Отечественной войны, а их авторы будут отмечены памятными призами и дипломами. О том, как принять участие в конкурсе, расскажем далее. Идея конкурса «Память поколений» родилась на слетах Городского союза старшеклассников «Статус» и Союза детских организаций «Сияющие звезды». Осенью прошлого года ребята уже планировали проекты на предстоящий год. К 75-летию победы в Великой Отечественной войне школьники решили подготовиться заранее и отметить его по-особенному. Выполнить свою авторскую работу, сделать рисунок в любом формате. Это может быть и графический вариант, это может быть рисунок карандашами, гуашью, маркерами, чем угодно. И электронная версия, то есть с помощью компьютерных программ графических. К участию приглашаются школьники с 3 по 11 класс. Творческая работа может быть представлена на листе формата А3, А4 и даже А5. Но это должна быть авторская работа. Не слизанная где-то в интернете и перерисованная. А ребенок должен придумать сам идею будущей открытки. 10 лучших работ станут основой для поздравительных открыток ветеранам ко Дню Победы. Открытки с детскими рисунками ветераны получат уже в этом году и к юбилею в следующем. Работы принимаются до 1 марта в кабинете номер 21 Дворца детского творчества. Мастерство и технику исполнения будут оценивать педагоги дополнительного образования, методисты и преподаватели изобразительного искусства. Упорная борьба за шайбу. Хоккейный клуб «Саров» в первом матче серии домашних игр принял на своем льду одного из лидеров ФХЛ – химик из Воскресенска. В основное время ни одна из команд не смогла вырваться вперед. Исход встречи решили булиты. В итоге гости из Подмосковья переиграли Саровского вратаря и забрали у хозяев одну очку. Саровский клуб после 45 игр с результатом 36 очков находится на 25-й строчке турнирной таблицы. Подробности в следующем репортаже. Спустя 8 минут после стартового свистка Саровские спортсмены смогли открыть счет в меньшинстве. Но уже через несколько минут команда «Химик» отправила ответную шайбу. После чего зеленый свет за воротами обеих команд загорался еще по одному разу. Во втором периоде обе команды вновь смогли обменяться голами и отправили в ворота соперников еще по одной шайбе. А вот третий прошел в сухую. Основное время закончилось со счетом 3-3. Впереди всех ждал овертайм. Сначала стушевались, потом игра выровнялась. И обе команды достойны были выиграть. Дополнительное время для игроков обеих команд закончилось ничью. Судьбу игры решили булиты. Итог матча 3-4 в пользу Воскресинского «Химика». Тяжелая игра получилась. Соперник вел по счету. Благодарен ребятам, что нашли все силы, отыгрались. И по булитам выиграли. Молодцы. Поэтому у нас болельщиков с победой. И готовимся к следующей игре. Хоккейный клуб «Саров» занимает 25-е место в турнирной таблице высшей хоккейной лиги. Следующая домашняя игра состоится 31 января. Саровчане примут команду «Звезда из Москвы». Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.